Слышно? Мюсики? Меня зовут Егор и Татьяна. Кто меня еще не знает, сегодня уже видели, да? Завтра, мы сейчас, мы в открытой квалификации старшие золотые директора. Завтра у нас будет ровно два года, как мы в проекте. Мы вместе с компанией, вместе с бизнес-онвайн. Мой спонсор Дементьева Катюша. Я на каждом мероприятии готова говорить ей спасибо, готова говорить кукушевым спасибо. Это наши друзья, это наши те люди, которые, вы знаете, путеводные звезды. Когда я пришла, был такой момент, хочу, не хочу. иду, не иду, буду, не буду, останусь, не останусь. И буквально 2015 год, мегафорум. Катя мне звонит, говорит, Таня, надо быть. Я не знаю, я не знаю. Звонит Оля и говорит, там мы с ней пообщались. И меня это Оля, Оля Катюшова, кто? Небожитель просто. Она с золотом. Вот тогда, да, они меня, можно сказать, привели на этот мегафорум. И после мегафорума я была тогда на 9% менеджерстве этого уровня. они всегда это видео показывают. Мне стыдно, правда? Все было классно. И, знаете, вот такой рост пошел, когда мы с мужем поговорили, он говорит, слушайте, что мне чешло? Туда-сюда, туда-сюда. Давай, говорит, поработаем на результат. Давай дадим себе срок до Нового года. Ну, это вот как раз июнь месяц, да, 2015-го, срок до Нового года. В ноябре месяце мы берем 22. И он тогда сказал, он говорит, если не будет результата, ну, это наш путь, ну, не работает, не работает, пойдем дальше, будем что-то делать. Конечно, мы взяли этот результат и у Бори компания, в которой он работал, она обанкротилась и мы решили не искать дальше ему работу. Он сказал, что он присоединится и мы стали работать вместе. Вот тогда пошли звания золота, старшие золота, да, старший директор. Вот, это моя оплата. И, конечно же, здесь в зале есть тыл, это моя команда. любит. Никак, я знаю, спасибо за то, что вы рядом, за то, что вы движетесь, я каждому из вас желаю как минимум уме. Я вам. Более, более вопрос. Почему ты не начал искать себе работу, а решил развиваться в команде? систему бизнеса, в общем, как мне Таня изначально описала, я понял сразу, просто не до конца верил, что это возможность. Она мне рассказывала про какие-то поездки, про машины, автопрограммы, на что я просто сказал, скорее всего, это какая-то чушь, просто не может быть, иначе все бы тут работали. Но когда увидел, что это действительно работает, мне стало сказать, зачем мне что-то искать, когда здесь можно зарабатывать огромные деньги и в перспективе огромные перспективы, в общем, безграничные, можно так сказать. В общем, работайте, зарабатывайте, рекрутируйте. Здесь можно сидеть дома, видеть, как растут твои дети, а не пахать с утра доречка на какого-то дядя и зарабатывать ему деньги. В общем, парень. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Елена Лоскутова, я в команде Оли и Виктор Кукушёвы. Мой спонсор Адмир Тыщенко. Я пришла в проект в октябре 2015 года. Чуть больше года в проекте. Сейчас я в звании директора в открытой квалификации старшего и золотого директора. На самом деле вопрос, что послужило толчком к развитию, могу сказать, что, наверное, по многому мой характер, потому что какой-то синдром отличницы у меня был со школы, что если я пришла, то нужно выполнять то, что тебе говорят. Потому что зарегистрировалась я на самом деле на всякий случай. Я не планировала работать. Вы знаете, бывает так, приходишь в магазин, тебе говорят, наполни, дисконтную карту получишь. И ты знаешь, что ты не будешь ходить в этот магазин дальше, а не заполняешь на всякий случай. Ну, мало ли, так же и тут случилось. Я заполнила просто, чтобы было, грубо говоря. А потом мой спонсор начал очень активно меня сопровождать, чего я не ожидала. Я думала, что я отсижу с сторонки, меня не будет заметно, я на мусиматикуме так сольюсь. А тут спонсор в первый день регистрации начинает мне давать задания и чат кипят какими-то историями лидеров. И я во все это погружаюсь и понимаю, что это какой-то отдельный мир, который нужно понять, во-первых, который нужно проанализировать, принять для себя и понять, что это реально. И, конечно же, в первую очередь толчком к развитию стали истории лидеров, потому что когда ты видишь реальных людей, а не просто какие-то тексты в журналах, в интернете, особенно, когда это скрыто за непонятными алландами и шаблонами, это всего не видно. И у нас сейчас